В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! 31 марта на улице Инаульского района вышли педагоги. Их главная задача предупредить молодежь о серьезности проблемы надвигающейся коронавирусной инфекции. Напомним, 31 марта вступил в силу указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова о необходимости самоизоляции всех жителей региона. Соблюдают ли родители школьников предписания, проверили педагоги и наша съемочная группа. Несколько раз в день педагоги школы имени Радика Гореева обходят ближайшие улицы. Как говорят участники рейдов, большинство жителей северной части города соблюдают карантинные меры. С теми же детьми, кто пренебрег рекомендациями и вышел без веской причины на улицу, учителя проводят беседы и напоминают, как важно сейчас соблюдать режим самоизоляции. И мы, учителя, дежурим по группам. У нас получается три группы и цель наша, чтобы наши дети не ходили на улице. Мы обходим весь наш микрорайон. Это кирпичный завод, сыр завод, территория школы, где Балтика магазин и где микрорайон Колос. Начинаем мы выходить с трех до четырех, потом с шести до семи, потом с девяти до десяти. Параллельно рейд проводили сотрудники всех школ Янаула. Они проверяли дворы и детские площадки. Цель, прежде всего, это находить детей, которые не соблюдают режим карантина, гуляют бесхозно. И прежде всего, это делать отчет, фотографировать, информировать о том, что дети находятся на улице, информировать родителей о том, что дети находятся на улице без присмотра. Обычно, когда мы подходим к детям, они сразу говорят, да, конечно, сейчас мы уже идем домой. В основном, если мы спрашиваем, куда вы шли, они говорят, мы идем в аптеку или мы идем в магазин или выбрасывать мусор. Прежде всего, мы просим родителей соблюдать режим самоизоляции, потому что, в первую очередь, важно, чтобы вы находились дома, соблюдали гигиену личную и помещение. Это единственное, что от вас требуется, чтобы сохранить здоровье своих близких. Подобные рейды будут проходить в Янауле до конца недели. Педагоги призывают родителей и детей соблюдать все предписания и не выходить из дома без уважительной причины. Главным оружием в борьбе с COVID-19 по-прежнему остается профилактика, напоминают эксперты. Гульнара Сиддикова, Резидан Новокрещенова, Артур Мухамедшин, Служба новостей Янаульского телевидения. Очередное заседание оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на территории Янаульского района состоялось 31 марта. Глава администрации и руководитель штаба Ильшат Вазегатов рассказал о текущей обстановке и изменениях в указе главы республики о режиме повышенной готовности. С 20 часов 31 марта для всех граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Башкортостан, вводится режим полной самоизоляции. Исключением станут всего несколько случаев, а именно обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, если она не приостановлена в соответствии с указом президента Российской Федерации, выход в магазин на расстояние не более 150 метров и выгул домашних животных на расстояние не более 100 метров от места проживания. На улицах города организовано патрулирование с привлечением народных дружин, волонтеров. Среди населения ведется разъяснительная работа через средства массовой информации и громкоговорители. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченные и многодетные, получают продуктовые наборы. Парки, детские площадки огорожены, доступ к ним закрыт. В городе проводится санитарная обработка улиц, автобусных остановок. На базе интерната Янаульского лицея организован обсерватор для прибывающих из-за заграницы для нахождения в режиме самоизоляции. С начала недели в нашем районе действует штаб волонтеров. Его главная задача – оказать всю возможную помощь одинокопроживающим пенсионерам и маломобильным гражданам, находящимся на самоизоляции. Штаб располагается во Дворце молодежи. Координатор распределяет поступающие заявки по волонтерам. Каждая группа состоит из двух человек. Получив спецодежду и информацию по заявке, они отправляются за покупками. В зависимости от списка – в аптеки и магазины. Как отмечают волонтеры, они стараются учитывать все пожелания пенсионеров, вплоть до покупок в определенной аптеке или магазине. Собрав весь список, они отправляются по адресу. Те, кто соблюдают режим самоизоляции, продукты и лекарства, забирают сами, избегая прямого контакта. Тем временем волонтеры возвращаются обратно в штаб в ожидании нового обращения. У каждого добровольца есть свой именной пропуск, позволяющий свободно передвигаться по городу и району. На сегодняшний день в волонтерском штабе состоят более 60 волонтеров, 11 из которых работают в городе, остальные оказывают услуги в сельских поселениях. Я очень радую тот факт, что буквально сегодня еще у нас три человека добавились в добровольцы, в нашу команду влились. И таким образом у нас увеличиваются возможности для оказания большего количества нуждающихся помощи волонтеров. За все это время, если у нас поступило, допустим, с понедельника 22 заявки, из них только одна была на предметах первой необходимости, остальные все были заявки на продукты и на лекарственные препараты. У волонтерского штаба свой единый номер телефона, это 501-22 и сотовые, 8-919-149-29-90, по которому можно оставить как заявку для оказания помощи волонтерами и также записаться самими добровольцами и оказывать помощь. Одно из неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции – это дезинфекция помещений и поверхностей. На этой неделе рабочие бригады начали обработку общественных мест нашего города. Для работников жилищно-коммунального хозяйства в последнее время работы прибавилось. Помимо обычной уборки в подъездах многоквартирных домов, технический персонал занимается еще и дополнительной дезинфекцией всех поверхностей. Особое внимание уделяется обработке дверных ручек, домофонного оборудования. Все тщательно обрабатывается специальными средствами. Мои ответственности. У меня 27 уборщиц, лесничек, клеток. Каждым по подъездам 11 подъездов. Через день мы подъезды обрабатываем хлоркой, белизной, подметаем. Подъезды, когда подметают, брызгают водой. На этой неделе они через день работают. Это понедельник, среда, пятница. 30 рабочих по комплексной уборке подъездов обрабатывают и дезинфицируют 354 подъезда. Тем временем чище становятся и улицы города. Сотрудники общества с ограниченной ответственностью и наул благоустройства выпустили на дороги спецтранспорт. Поливо-моечная машина по городу производит полив воды с применением моечных средств асфальтобетонного покрытия. Также на территории города работают щетки. Это смет, пыль собираем, применение техники. А также производится очистка дорог и тротуаров рабочей силы. Обработка улиц и остановочных павильонов начали со вчерашнего дня. Такие работы будут продолжаться по мере необходимости. По обработке улиц задействовано 3 единицы техники и рабочей силы в количестве 20 человек. Регулярно проводится и санитарная очистка остановок городского транспорта. Все эти меры, по словам специалистов, помогут сделать город чище и безопаснее. Гульнара Сиддикова, Нилсафин, служба новостей, Янаульского телевидения. 2 апреля министр образования Айбулат Хажин сообщил подробности о переходе на дистанционное обучение. На новый формат школьники и студенты переходят 6 апреля. Чиновник отметил, что есть несколько форматов дистанционного обучения. Интернет, бумажные кейсы, онлайн-уроки. Занятия будут начинаться ежедневно в 10 часов утра. Подробнее о том, как будет организовано обучение в нашем районе, расскажет заведующая информационно-методическим центром управления образованием Янаульского района Венерия Рахматулина. В течение двух последних недель школы тщательно готовились к переходу к данному виду обучения, дистанционному образованию. Проходили методические курсы, организованные Институтом развития образования Республики Башкортостан. Изучали различные платформы, где возможно проведение различных онлайн-уроков, использование видео-уроков и так далее. И таким образом на сегодняшний день формат организации обучения будет выглядеть следующим образом. Будут организованы онлайн-уроки, будут кейсы электронные и бумажные кейсы. Во всех образовательных учреждениях утверждены расписания уроков дистанционного обучения, которые предусматривают различные виды обучения, в частности и онлайн-уроки. Каждый день уроки будут начинаться в 10 утра. Первые 5 минут с 10 часов утра будут проходить онлайн-уроки с известной личностью. На сегодняшний день это прорабатывается Министерством образования Республики Башкортостан. И ссылки будут представлены позже. Потом уже дети переходят к урокам. Форма организации. Онлайн-урок – это непосредственная связь лицом к лицу с учителем. Такие уроки возможны до двух уроков. И потом уже учитель дает различные видеоссылки, ссылки на интернет-ресурсы различные, решения задач и так далее. Второй формат обучения – это электронные кейсы. Здесь уже предусмотрено для тех обучающихся, у которых скорость интернета не позволяет проводить онлайн-уроки. Соответственно, здесь нужно организовать и электронные почты для детей. Это связь через WhatsApp, социальные группы ВКонтакте. И здесь уже будет предусмотрено предоставление ссылок на всевозможные онлайн-уроки. И уже обмен домашним заданием и предоставлением обучающимся на проверку через различные электронные ресурсы. Здесь связано с тем, что может быть связь тормозить и так далее. И, конечно же, надо учитывать, что онлайн-уроки не по всем предметам, а до двух уроков в неделю, допустим, по определенному предмету возможно проведение. Остальное уже в электронном формате, через различные средства связи. Даже используя телефон, ребенок может обучаться. И последнее – это бумажные кейсы. Бумажные кейсы в основном предусмотрены в сельских школах. Но с чем это связано? Это связано с тем, что, допустим, у ребенка нет ни средств связи, ни электронной, ни интернета, ни компьютера, скажем так. Три раза в неделю дежурный учитель на школьном автобусе будет развозить задания по обучающимся. Здесь, конечно же, нужна большая поддержка родителей. Оговариваются пункты выдачи этих, форматы выдачи этих бумажных кейсов и, соответственно, уже формат работы как. Допустим, в понедельник бумажные кейсы отправляются школьным автобусом, доставляются учителям до обучающегося. И в среду уже обратная связь начинается. В среду доставляется следующий бумажный кейс и уже забирается предыдущий кейс с выполненными работами детей. Нужно понимать, что данная форма обучения для нас новая. И мы понимаем, что мы можем столкнуться с определенными трудностями и проблемами. В первую очередь мы призываем родителей к тому, чтобы они отнеслись с пониманием к данным проблемам и помогали своим детям решать вот эти трудности, которые возникают. Эти трудности, конечно же, в первую очередь, может быть, связаны с тем, что дети еще не умеют это и родители, вполне возможно, не умеют. Вот сегодня на брифинге тоже говорили о том, что разработаны Министерством образования и науки Республики Башкортостан памятки для родителей. Они доступны в разделе школ дистанционного образования. И, конечно же, на нашем сайте управления образования тоже размещены. И мы рекомендуем воспользоваться, не игнорировать вот эти памятки, рекомендации, которые разрабатываются специально для нас, для облегчения нашей работы. Помощь родителей непосредственно во время онлайн-урока, наверное, она все-таки не нужна. Только процесс организации обучения. Наши дети, они очень продвинуты, и вполне возможно, что даже дети намного шустрее, скажем так, пройдут по этим ссылкам, подключатся к онлайн-урокам. Самое главное, это, конечно же, обеспечить условия для проведения этих дистанционных занятий, дистанционного обучения, главной задачи. И, конечно же, психологическая поддержка детей. Она, я думаю, очень нужна нашим детям, и нужно помочь нашим детям. Конечно, большую помощь в данной работе, большую помощь оказывают классные руководители. Классные руководители и родители должны быть в непосредственной связи при возникновении любых трудностей, любых вопросов, которые возникают при дистанционном обучении. И любая проблема, любой вопрос должен быть разрешен в пользу, конечно же, ребенка. Обучение будет оцениваться, нужно отметить это тоже, что электронный журнал, как и прежде, АИС образования, Элл Скул, которым мы уже привыкли пользоваться, он будет открытым, и оценки проставляться, в том числе и отсутствие ребенка на уроке. То, что касается обучающихся первых-четвертых классов, в методических рекомендациях Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики Башкортостан было рекомендовано организовать дежурные группы для обучающихся первых-четвертых классов, чьи родители не имеют возможности оставить ребенка. В ходе длительной работы в сложившейся обстановке в течение двух недель прорабатывались эти вопросы при разговорах с родителями, при согласовании родителей. Таким образом, в нашем районе остается только одна дежурная группа в начальной школе села Зайцево. Для обучающихся данной школы будет организована дежурная группа, а в других школах этих дежурных групп у нас не имеется, и каждый ребенок будет обучаться именно в дистанционной форме. Еще одна важная информация. Во исполнении указа главы региона Радио Хабирова от 18 марта 2020 года о введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничено движение городских автобусных маршрутов по городу Янаул. Теперь автобусы будут работать по следующему графику. Утром с 7 до 9 часов, в обед с 11.30 до 13.30, вечером с 17.30 до 20 часов. После 20.00 движение автобусов будет прекращено. Также с 1 по 5 апреля приостановлены пригородные маршруты по Янаульскому району. Несмотря на непростую ситуацию, мы держим руку на пульсе, следим за последними новостями и работаем для вас. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег с праздником. Сегодня, 2 апреля, нашей телекомпании исполнилось ровно 27 лет. Желаю всем благополучия, творческих успехов, новых интересных сюжетов, только хороших новостей и крепкого здоровья. Уважаемые Янаульцы, берегите себя и своих близких, соблюдайте режим самоизоляции, не покидайте жилища, проведите время в кругу своих близких. Встретимся в субботу и подведем итоги уходящей недели. Субботу и подведем итоги уходящей недели. Субботу и подведем итоги уходящей недели. Уважаемые Янаульцы и гости города, не выходите из дома, ограничьте любые передвижения по городу. В соответствии с указом главы Республики Башкортостан, для всех жителей региона с 31 марта с 20.00 вводится режим самоизоляции. Все обязаны соблюдать домашний режим. Не покидайте свои дома без особых причин. Берегите себя и своих близких. Штаб волонтеров по противодействию распространения коронавирусной инфекции начал свою работу в Янауле. Волонтеры принимают заявки для оказания помощи в доставке продуктов, питания и лекарственных препаратов. Одиноко проживающим лицам пожилого возраста и маломобильным гражданам, тем, кто находится на самоизоляции. Всех неравнодушных янаульцев приглашаем присоединиться к масштабной общероссийской акции «Мы вместе». А желающим стать волонтером «Мы вместе» и желающим получить помощь волонтера, достаточно позвонить по следующим телефонам. Продолжение следует... Продолжение следует...